Добрый вечер, друзья! Сегодня в главной роли золотой лауреат конкурса имени Чайковского, приглашенная солистка Большого театра, народная артистка Республики Татарстан, лауреат Золотой маски, оперная сопрано Альбина Шагмиураторова. Приветствую вас, очень рад вас видеть. Спасибо, добрый вечер. Прежде чем мы поговорим о вашем ответственнейшем концерте в рамках проекта «Звезды мировой оперы 21 века» в Московском Международном Доме Музыки, спрошу о недавнем дебюте в лондонском Ковенгарден. Ну вот, последний спектакль был 9 мая, это была победа? Да, большая победа, поскольку я давно ожидала своего дебюта в Ковенгардене, он должен был еще состояться в 2011 году, но в связи такого плотного графика я не смогла принять это приглашение, и кастинг-директор Ковенгардена предложил мне дебютировать в 2013 году. То есть Ковенгарден стоял в листе ожидания у вас? Да, да. Это, наверное, пожалуй, последний дебют в числе ведущих оперных театров мира именно в этой партии «Царица ночи», поскольку я уже везде ее объездила. «Метрополитен», «Ласкала», «Венская опера», «Большой театр». Ну вот, скажем, в «Метрополитен опера» ваша «Царица ночи» в шикарном костюме гейши выезжала, появлялась на сцене в автомобиле. Эффектно. Что придумали англичане? Англичане придумали эффектный костюм и не менее эффектный макияж. Она ходила, она не летала, как я летала в Лос-Анджелесе. И она не молчала. И она не молчала. Но достаточно традиционная постановка Дэвида Маквикера, очень известного английского режиссера. Помогают управляться с эмоциями публики, статьи. Помогают в том смысле, что только разжигают интерес. И Guardian, и Times, будто сговорившись, называют ваш голос светящимся. Вот пишет, «Every note is luminous scent». То есть каждая нота светится. А что это значит? Вот как вы это чувствуете? Что это за такую находку журналисты придумали? К чему они, собственно говоря, придрались в хорошем смысле? Вы знаете, партия «Царица ночи» сама уже по себе, эти две арии, настолько эффектные, яркие. И сейчас, вот уже исполняя ее пять лет, для себя, я заново открыла эту партию. И вокально я ее сейчас совершенно по-другому пою. Они имеют в виду... Наверное, они меня слышали в «Метрополитен» два года назад. Была другая «Царица ночи». Сейчас моя техника, эта партия требует невероятного владения голоса. Выйти и спеть вот эти стратосферные колоратуры с невероятным нервом, строгостью внутренней. Меня всегда сильно очень трясет, переживаю перед каждой арией. И каждый спектакль. Вот это, пожалуй, единственная партия во всем мировом оперном репертуаре, которая заставляет певицу петь каждый спектакль. А в «Ковенгардене» я спела девять спектаклей, как сдача экзамена. То есть каждый спектакль, как новая для тебя премьера. И я считаю, что мой дебют в «Ковенгардене» прошел блестяще, как нескромно будет звучать с моей стороны. И я получила массу других приглашений также выступать на этой сцене в других уже партиях. Но надо сказать, что английская критика самая строгая. И получить даже такую критику в Англии – это большая победа. Да и публика там, по сравнению с тем же, допустим, Хьюстоном, гораздо более и вдумчивая, и холодная, и внимательная, и музыкально, мне кажется, подготовленная, и избалованная. В Америке гораздо легче петь нам, певцам. В Европе сложнее в Италии и, пожалуй, в Англии. Ну, я думаю, и в Москве петь, наверное, тоже не очень просто. В Москве тоже не просто. А в связи с этим как раз ария «Царицы ночи» будет на концерте вот в рамках проекта «Звезды мировой проект»? С этой арии начинается концерт. Ну, вот видите. Поэтому. А венчать, наверное, будет знаменитая застольная песня «Истровиаты». Как вы угадали. Мы прекрасно знаем, что знаменитая Чичилия Бартеля без оглядки на свой мировой успех уже много лет продолжает учиться у своей мамы, и мама постоянно с ней во всех гастрольных турах. Вот у вас есть такой требовательный коуч, такой взгляд и ухо со стороны, наставник, наставница, друг? Московскую консерваторию я закончила в классе народной артистки России Галины Алексеевны Писаренко. И вот многие годы я работала именно с ней. Но вот последние годы, поскольку я выступаю на Западе, требования изменились. Особенно к российским певцам. Очень высокие требования к нам. И я это вижу со стороны. Какое отношение к американским певцам, к примеру, или к итальянским певцам. К нам, поскольку такое огромное количество российских певцов сейчас поёт в Америке, в Европе, к требованию к нам, самые-самые, наивысочайшие. Поэтому я занимаюсь с очень многими коучами из Метрополитен, из Ласкала, из Ковенгардена. Но вот основным сейчас для меня является руководитель молодёжной программы Большого театра Дмитрий Вдовин. Мне не так часто, к сожалению, получается видеться с ним, но бываю, когда он несколько дней в Москве, то я обязательно к нему забегаю на консультацию. Ну, это нормальная ситуация, привычная, когда театр приглашает понравившегося солиста. А может быть обратная ситуация, когда солист, узнав, что в каком-то значимом для него театре ставится его любимая опера, и там есть партия, где он может блеснуть, проявляет инициативу. Вот это нормально? Почему бы нет? Конечно. А у вас такое было в жизни? У меня было, да. С «Царицы ночи», поскольку мало певцов сейчас исполняют «Царицы ночи», очень легко как-то... Здесь конкуренции особой нет. Здесь конкуренции нет. Белькантовый репертуар – да. И, например, когда я узнала о грядущей постановке «Лючи и для Амир Мур» на сцене театра «Ла Скала» в следующем сезоне, и я об этом услышала, так скажем, буквально несколько месяцев назад. И позвонила своему лондонскому менеджеру и спросила, а нет ли там... «Is it possible?» «Is it possible?» «To sing лучи» я от «Ла Скала». И мне через несколько дней мне уже позвонил сам кастинг-директор и спросил, что у нас еще нет «Лючи». И когда предлагаются периоды, я понимаю, что я занята в это время. на Регулетто в Америке. И мне было так жалко. Я позвонила директору хьюстонской оперы и попросила... Поменять график? Поменять график. Пошли навстречу? Пошли навстречу. И теперь вместо Регулетто в Америке я пою в первом составе «Лючи и для Амир Мур» на сцене «Ла Скала» с Фабио Капитанучи. С Фабио Капитанучи, который не смог приехать в Москву, к сожалению, на концерт. Вот, фактически, на ваш концерт. Но зато там другие замечательные партнеры. Это и Хосе Бросс, замечательный тенор, обладающий, мне кажется, очень интересным, как раз белькантовым голосом. И баритон Головатенко. Да. Ну, спасибо ему большое. Он выручает всю эту команду. Он выручает, да, огромное спасибо. Так что это здорово. «Царица ночи» уже много лет действительно вас сопровождает. И такое вот блестящее вступление в эту мировую оперную элиту произошло на Зальцбургском фестивале с легкой руки, с легкой профессиональной руки Рикардо Мути. Есть ближайшие планы еще раз принять участие в фестивале в Зальцбурге? Да, «Царица ночи». Это тоже будет «Царица ночи». Это будет совершенно new production. Но уже дежурни Рикардо Мути, к сожалению. Вот это через два года. Вот то, что касается такого жестко расписанного графика, но иногда, правда, подвижного в вашем случае, флексибл, ведь наверняка происходят какие-то накладки. Здесь нужно проявлять какие-то чудеса дипломатии. Вот какие-то сожаления, связанные с последним временем, когда действительно одна постановка накладывалась на другую. Вот что с этим? Огромное сожаление, что я не смогла участвовать на показе спектакля Руслана Людмила для жюри «Золотой маски» в прошлом месяце, поскольку через день я должна была дебютировать на сцене Ковенгардена. И для меня это, конечно, огромная жалость. И очень надеюсь, что Большой театр поймет. Я и звонила руководству Большого театра, и извинялась. Но, знаете, я настолько переживаю за этот театр сейчас. Все его, все такие вот на него нападки. Очень искренне за него переживаю. И очень надеюсь, что этот театр поскорее выйдет из таких неприятностей и заживет по-настоящему театральной жизнью. Может быть, травиату, которую я недавно спела, будет номинирована на «Золотую маску». Я с удовольствием приеду и спою. Травиата в постановке Франческо Забелла. Да, конечно, конечно. А что для вас предпочтительнее, интереснее, это концертное исполнение оперы или полноценное сценическое? Хороший вопрос. Смотря с кем, с каким режиссером и с каким дирижером. Я очень аккуратно сейчас отбираю постановки, в которых я буду участвовать. В данном случае я недавно отказалась выступать в «Дон Жуане» в Мюнхене, поскольку она совершенно невероятная, сумасшедшая, некрасивая и совсем неадекватная постановка. Не о том, что написано в опере. Я, кстати говоря, сейчас буду выступать в концертном исполнении французской оперы «Масне» «Манон» в Люксембурге. Я с удовольствием согласилась, поскольку «Манон» – такой образ, такая партия, такая музыка, изумительная. Этот год связан с замечательным именем британского композитора Бенджамина Бриттена. Я думаю, что во многих странах, безусловно, в Великобритании будут целые проекты, связанные с этим именем. Будете ли вы принимать участие, после того, как познакомились столь тесно с лондонской публикой, в каком-либо проекте, связанном с именем Бриттена? Да, поскольку в этом году мы празднуем столетие Бенджамина Бриттена, я получила три предложения выступить, спеть его «Военный реквейм». И все дирижеры Эдвард Гарднер, Эндрю Дэвис выбирали состав исполнителей, тенор, баритон и сопрано, именно по тому принципу, который сам Бенджамин Бриттен выбрал. Русская сопрано и два английских или американский баритон. И в данном случае, в следующем месяце, в июне, в Кафедральном соборе Святого Павла в Лондоне, будет прямая трансляция по BBC «Военный реквейм Бриттена». И дирижер Эдвард Гарднер, я, и сам мне Эдвард Гарднер сказал, что вот поскольку это писалось для Галины Павловны Вишневской, мне очень хотелось бы позвать именно русское сопрано, символично. Рассел Браун, английский баритон, и английский тенор Тоби Спенс. Ну, возвращаясь к концерту «Звезды мировой оперы XXI века» в Московском Международном Доме Музыки, он построен таким образом, что в концерте в основном будут арии из опер «Бельканто». Это Деницетти, это Беллини, это Верди, Моцарт. Все ли вам хорошо знакомо или что-то готовилось специально для этого выступления? Масне, Манон. Спасибо вам большое, держу кулаки, удачи. И очень надеюсь, что ваш голос, ваш светящийся голос будет радовать ваших поклонников по всему миру. Спасибо. Спасибо большое. Альбина Шагимуратова, звезда мировой оперы сцены, сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Низкий поклон за то, что провели время в нашей компании. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова